Всем привет! То, что я сегодня сделаю, определенно оценят все строители, а также любой человек, проживающий в частном доме. Всё из-за того, что это очень полезное приспособление. И для того, чтобы сделать эту самоделку, я заехал на пилораму и прикупил несколько досок. Они, естественно, были свеженапиленные и оттого сырые, но для этого проекта это не имеет практически никакого значения. Итак, первым делом из необрезной тридцатки сделал полуобрезную, спилив обзол и накроил досок шириной в 90 мм. Далее на первой заготовке отмечаю нужный размер и торцую. Но сами торцы мне нужны под определенным углом, поэтому выставив 17,5 градусов, еще раз торцую. Причем делаю это уже с обеих концов доски. В итоге для этой самоделки необходимо 4 таких заготовки. После этого две из них укладываю параллельно друг к другу и третьей доской, оторцованной уже под 90 градусов, связываю в одну N-образную конструкцию. Перед тем, как вкручивать саморезы, конечно же, предварительно просверливаю отверстие. Эта деталь готова и я ее пока убираю в сторону. Теперь мне нужен брус 50 на 50. Его я решил распустить из доски 50 на 150 из той же пилорамы. Далее все торцую в нужный размер. И наклоняю диск на станке на те же 17,5 градусов. Это нужно для того, чтобы одной стороне бруса придать этот угол. Для чего такие манипуляции вы поймете чуть позже. И вот так это должно выглядеть. Далее положив два бруса вместе, от каждого торса даю метки в 130 и 225 миллиметров. Все переворачиваю более широкой стороной вверх, вставляю вкладыши из 30, ориентируясь по меткам, стягиваю брусы с трубцинами и все скручиваю с двух сторон. После сборки соединяю эту конструкцию вместе с N-образными ножками. Субтитры делал DimaTorzok Вы наверное уже догадались, что самоделка очень напоминает строительные козлы. Но конструкция не так проста и это еще далеко не все, а результат вас определенно порадует. Следующее, что мне понадобилось, это еще два отрезка бруса 50 на 50. Между ними я оставляю обрезки из 30 и замеряю то, что получилось. Вышло около 120 миллиметров. Запоминаю размер. Из рейки 30 на 40 напиливаю отрезки на 1 миллиметр больше, то есть 121 миллиметр. После этого прикручиваю их к брусам. Кстати, интересный момент по инструменту. У меня много всякого от бренда Риоби, но больше всего вопросов почему-то вызывает именно электролобзик. Видимо к аккумуляторным шуруповертам и винтовертам уже все привыкли, а вот к лобзикам еще нет. Отвечаю всем сразу. Инструмент отличный, работаю с ним уже год и ни разу ничто не подводило. А то, что один аккумулятор подходит к различным инструментам, так это вообще очень удобно и экономично, кстати. Покупаешь различные тушки, один аккумулятор, но лучше все-таки два, чтобы один заряжался, пока другим работаешь и проблем не знаешь. Я, кстати, поступил еще хитрее. Брал не каждый инструмент по отдельности, а подождал, пока появится в наличии сразу набор. И так получилось намного дешевле. А то, что я работаю им часто, вы видите практически в каждом ролике. Ссылки же на свои инструменты я всегда оставляю в описании. Так что, если кто интересуется и присматривается, все найдете там же. Следующие детали будут из той же доски 90х30. Ее с обеих торцов отпиливаю под неизменные 17,5 градусов. Должны получиться 4 трапециевидные заготовки. Две длиной 245 мм, а оставшиеся 322. Более длинные я тут же соединяю к торцам последней изготовленной конструкции. А короткие трапеции прикручиваю прямо под верхнюю часть получившейся козлов. Продолжаю соединять все воедино и с помощью киянги вгоняю нижние ограничители. Их так же креплю на саморезы. А чтобы все получилось жестким и надежным, снизу я сделал дополнительную обвязку. Следующая часть очень простая. Напоминать она будет букву П. А собирается все так же элементарно. 4 самореза на каждое соединение и все отлично держится и не сдвигается. Далее на получившейся ножках я делаю по 5 меток через каждые 100 мм. И просверливаю все сверлом на 12. Из заключительной части будут металлические пластины размером 90 на 35. У меня как раз среди металлолома завалялась листовая троечка. Из нее я решил напилить. Далее в пластине нужно было сделать два отверстия для крепления. Для этого я прошелся сверлом на 3. Ну и конечно без зинковки тоже не обошлось, чтобы шляпка самореза не торчала. Хотя здесь можно использовать саморезы с пресс-шайбой, разницы нет. Получившиеся пластины я прикрутил по краям отверстий прямо на верхнюю часть козлов. Это важно, там они и должны быть. Теперь испытания получившейся самоделки. Совсем скоро я планирую утепление и обшивку своего старого дачного домика, который я решил отреставрировать. Именно там мне и нужны будут строительные козлы. Но сами понимаете, если бы это были просто обычные козлы, то и ролика бы не было. Поэтому кроме того, что они используются классическим способом, они вдобавок к этому еще и растущие, прибавляя при необходимости высоту по 10 сантиметров. При этом высота ограничена только дополнительной P-образной конструкцией. И так как первого варианта мне не хватило для того, чтобы достать до самой верхней точки, я сделал еще одни дополнительные большего размера, для того, чтобы решить эту проблему. И кстати, если вас интересует конкретный размер этих козлов, то схему сборки и все необходимые данные я выложу у себя в инстаграм. Ссылку вы найдете в описании. Если у вас есть предложение по доработке этих козлов, то пишите под этим видео, я читаю все комментарии. Ну а если вам просто понравился этот ролик, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Потому что впереди много интересного. Всем добра и всем пока!